Минувшей ночью горела российская нефтянка. В городе Энем, республика Адыгея, дроны залетели в район нефтебазы Лукойл. Местные жители сообщают, что взрывы также слышали в районе Афибского нефтеперерабатывающего завода, что в 8 километрах от Энема. Момент атаки дронов попал на видео. Также дроны атаковали нефтебазу в поселке Платоновка Тамбовской области. Расстояние от украинской границы около 1400 километров. Границы санитарной зоны нигде не заканчиваются. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Это не военное сражение, не военное действие. Она не укладывается ни в какие даже правила ведения войны. Надо отодвинуть там на 200 километров, отделить Украину от Польши, поставить кордон. Но выскажусь предельно аккуратно. Военные действия не свидетельствуют о том, что Россия в состоянии эту угрозу исполнить. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Для России куда важнее решение ее внутренних проблем, решение проблем опять-таки населения, социальных вопросов и так далее. Для нее куда важнее какие-то геополитические амбиции где угодно. Захват территории в Украине, участие в войне в Ливии, в Сирии, доминирование в Центрально-Африканской республике, Мозамбике, Эритрее. Чем раньше эта ситуация завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине будет, и тем меньше ресурсов будет. Победа – это просто скорейшее завершение победы. Нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится. Простите, а кто у нас говорил бомбить, бомбить и бомбить? Все неактуально. Почему? Все, потому что ресурсы… Потому что не смогли. Борис Борис, скажем так, у России сейчас ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной нет. И в ближайшее время не будет. По целому, ряды причин, которые я не буду сейчас… Я вообще за мир и противник войны. Я выступаю за мир после победы. Обязательно, да? Как выглядит победа, мы видим в Бахмуте. Город, в котором жило 70 тысяч человек, детские садики были, детей 10 тысяч. А на мои слова не ответят. Просто стер с лица земли, все оттуда убежали, кто мог. Просто убежали. Если победа выглядит так, как захватить руины без людей… Кропов надо вообще убивать всех. Вот. Вот такая позиция. Дальнейшая гибель тысяч людей, когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых российских районах. Просто заканчиваются молодые мужчины. Опять в Долгопрудном. Да. И в Долгопрудном, к сожалению, уже погибло. Когда Борис Борис уезжает, в Долгопрудном заканчивается. Когда приезжает, сразу же… Может, вы их не опознаете? Чем быстрее этот кошмар закончится, тем будет лучше. Конечно, надо победить как можно скорее. Бахмуте победил уже, пригодил. Посмотрите на Бахмуте. А как должна выглядеть победа? Что такое победа в этом конференции? Вот не Украина защищает сейчас Европу, да, как они кричат, а по факту мы теперь уже защищаем Европу от Украины. Потому что рано или поздно голодные, злые, вот эти вот, да, племена просто по-другому не назвать. Озлобленных вооруженных украинцев, они куда ринутся? В Европу. По поводу судьбы вот этой вот территории, которая до сих пор называется Украина. У вас какие мысли? А с ней что должно быть? У нас президент сказал, что мы должны провести деноцификацию и демилитаризацию Украины. Провели дальше что? Нет, провели дальше что? Мы пока ничего не провели. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы эти две задачи были выполнены, нужно полностью взять под контроль территорию Украины. Потому что мы не можем проиграть. Это если мы проиграем, мы повторим судьбу индейцев. И потом будут писать книги, как Россия проиграла себя в Евразии. Как русские проиграли свою страну. Короче, как будет так? Пойдем руки помоем. Ну что вы скажете? Что делать будем с ней? Ой, божечки. Да сейчас мы, короче, ее оторвем и глянем, что там. Да? Оторвем и глянем? Или нет? Да-да-да. Я не говорю, что мы должны сразу бить Америку. Но мы должны поставить ту ситуацию, которую мы дальше не обсуждаем. Все, конец. Вот, ребята, вы... Как он должен быть? Вы объясняю. Вы поставляете... Вы начинаете первый самолет, вы поставляете Украине. Мы на следующий день начинаем уничтожение вашей спутниковой группировки. Не обсуждая. Хотите после этого начать войну? Начинайте. Для вас... А почему не начали уничтожать? Нас варят как лягушку. Вся речь заключается в том, что мы должны перейти с Америкой на язык ультиматума. Только тогда они начнут останавливаться. И ситуация накалилась. Ситуация очень сложная. Ситуация ходит по самым экстремумам. Что вы предлагаете? Делать... Да, налаживать все возможные дипломатические механизмы. А через два месяца появится авиация. Как бы смешно вам это ни казалось. Ну как? Ну делай что, конкретно. Садиться за стол переговоров. С кем? В том числе с Соединенными Штатами и с ЕС. Абсолютно. Многие в нашей стране очень надеются, что будет именно так. Но это проигрыш. Послушайте, то, что нам предложил Кирилл Валерьевич, называется капитуляция. Раньше был такой козырь. Это капитуляция абсолютно. Да, я так считаю, это капитуляция. Друзья, что к с дипломатии? Пока поразмышлять. У нас же реклама будет. Я не в состоянии комментировать их заявление. У них 7 пятниц на неделе. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной. Они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну. Разружение Украины, которое никакого не получилось. Оружия будет больше, чем до начала этой спецоперации. Поставки со всего мира этому поспособствуют. Политическая власть на Украине только укрепится. Плюс к этому Россия оказалась в полной изоляции. Мы стали изгоями, нас выгнали из всех организаций. Никакой Запад, никакой США, никакой НАТО с нами не воюют. Хочется думать, что они воюют со всем миром. Но нет, ребят, там можно сказать, что против вас воюют какие-то советники, какие-то инструкторы и, возможно, какая-то там развединформация. Но на этом, собственно, все и заканчивается. И под поставками оружия, что, собственно, не скрывается. Причем, если слушать украинскую сторону, то крайне недостаточными. Но все наладится, я думаю, скоро. Поэтому в этом плане вот все, с кем вы воюете, это ровно так и ни с каким Западом, ни с кем НАТО. Как бы вам не хотелось бы проигрывать жителям Украины. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком, по плану. Главное, когда обосрались, сделайте нормальное такое лицо, что все так было и по плану. И начинайте писать, что мы ничего не понимаем. Западные же страны наложили санкции. Да, что ты говоришь? Как думаешь, почему они наложили санкции на лекарства? Просто так проснулись утром. Давай-ка наложим санкции на лекарства, чтобы Россия хуже жилась, да? Наверное, они нас хотят со свету свести, правда? Я где-то про это читал. Весь мир хочет Россию свести со свету, да? Ну, это понятно, что это реакция на текущие события. Друг, что ты от меня хочешь? Я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарства? Нет, это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят, а как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? Получается, что с войной надо заканчивать. И давно. Получается, и те, кто не поддерживает президента, и СВО, и прочую текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз. Кто на кого напал? Украина на нас? Или Россия на Украину? Вот кто напал, тот не прав. И хватит сидеть на эту тему. Это очевидно. Это исторический факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова